здравствуйте друзья сегодня среда 27 и так думаю мая и новая группа начинается вот с утра еду посмотрю что за группа а вот с вечера вчера вообще мне досталось потому что с 6 до 7 я вел онлайновую группу час там она вроде час всего но по интенсивности это как хороших там два-три отстоять у доски то есть там так накал такой сильный вот и короче там всем 05 у меня закончилась а дальше там не знаю даже хлебнул там стакан чая там полстакана и пошел в класс где уже собрался народ в новую группу вечернюю семью они начали этого на пару минут припозднился но в общем так 4 часа с ними и группа это является результатом некоторого отбора который мы усугубили раньше мы вечернюю группу брали с семью баллами на тесте но их было две этих группы сейчас мы сказали пусть будет одна но лучше и стали тоже брать 9 10 баллов на тесте меньше не берем и группа была одна она была небольшая там было всего 20 человек то есть обычно и 25 может быть и 26 27 может быть но вот тут было 20 но когда я начал их опрашивать какое у них образование чем они по жизни занимались у меня прямо глаза на лоб вылезли потому что такого я не припомню то есть из 20 человек там может быть человек 12 это люди которые инженеры электрики ну там разные сильно точники слабо точники но тем не менее электрики электронщики значит компьютер сайенс там немножко еще в индии есть такое компьютер инжиниринг они это называют может быть и в сша если не помню компьютер инжиниринг такие как бы может быть ближе к хардвору на софт в общем такого плана ну вот но естественно там пяток бухгалтеров как как водится там девушка психиатр и там еще что-то арабская такая женщина очень-очень симпатично мне понравилось так она прикольная по-своему вот и как-то внутри как-то радостное чувство возникло подумалось вверх сейчас как научим и краснеть за них не придется так как-то мне было очень приятно молодцы вот а сегодня соответственно еще одна группа мы завершили прием в эту группу за несколько дней до ее начала уже обычно знаете как бывает когда там пару-тройка дней остается сразу какие-то люди набегают которые хотят именно в эту и срочно и вот им прям сейчас и и мы сказали нет не будет так то есть вот мы ограничили там человек 27 28 больше не возьмем вот и так мы проявили твердость изменив себе немножко почему обычно как так стараемся войти в положение там еще что-то и в общем есть некоторые вещи которые сложно преподавать успешно если группа большая то есть когда так чисто лекционный материал там уже не так важно сколько их сидит но когда лабораторная работа идет то есть там скажем но в частности автоматическое тестирование это сильно сказывается на то количество внимания который человек может получить во время уроков поэтому мы так как бы балансируем стараемся чтобы не так много народу там было во всяком случае тенденты сейчас такая вот такой рассказ ну и посмотрим как сегодняшняя группа пойдет я потом расскажу мы как вот преподавательский состав и административный тоже мы постоянно там в поиске людей для интервью вот там приходит такая-то компания они хотят это это и это обсуждение там кто соответствует значит там у кого можно поставить на замену если вот такого нет и в общем постоянно вот эти вот обсуждения и мы в общем то более менее знаем личный состав так что каждый раз когда новенькие заходят мы смотрим так но вот сейчас значит вот этого куда можно будет так а вот там ага этого можно во много компаний так с этим надо поработать отдельно потому что любители вообще надо сказать что люди глубокие действительно бывают такие очень серьезные очень глубокие люди у них вот то что называется опил да не такой широкий как у людей менее глубоких потому что в принципе у нас же не берут там выпускника чтобы что-то безумно серьезное делать его берут так на какие-то простые вещи и когда появляется человек который какой-то какой-то шибко большой глубины то он ну как бы напрягает что ли то есть начинают думать а зачем ему это надо может быть ему это будет неинтересно может быть он в коллектив не пишется там может еще чего и как ни странно вот с ними больше работы но с другой стороны я могу сказать что всегда есть компания где какой-то начальник придет и отбирает именно вот очень глубоких таких вдумчивых капучих вот и иногда уж намучишься я не знаю как с человеком а потом кто-то подцепит и смотришь проходит чуть-чуть совсем времени немножко и он оказывается такую крутизну показал и там все от него вообще в восторге и так далее то есть хорошо тем что какой-то не есть человек всегда кому-то вот нужен именно ты когда рынка нет когда все маленькая узенькая когда на весь город одна компания и там набирают три человека в год вот тогда проблема а когда вот кремниевая долина когда абсолютно для кого угодно есть место совсем другая жизнь вчера вот парень приходил мы с ним очень намучились он ходил раз десять там сдавал эти наши предварительные тесты никак пройти не мог уж не знаю чего там обо что он там уперся вот и в итоге подобрал его один очень серьезный господин из индии он у нас постоянно народ подбирает на какие-то довольно серьезные задачи а этот парень который долго не мог там пройти наши тесты он самостоятельно java изучал вот там взял книжку я не знаю как он там ее изучал но во всяком случае ему хотелось и вот этот значит индус его взял в контору и они уже там несколько месяцев сидят и делают то что называется restful api там их двое девочка одна на 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 пайтоне этот пишет а а он на на джаве и я хочу сказать что надо с их резюме еще поработать они должны на днях подойти но когда до меня дошло чего они там занимаются и у него такой вид стал осмысленный вот эти карачек не успешно его но тут бьется там бьется у него не получается у него вид такой несчастный когда он делает что-то у него получается в сша по-другому выглядит они ставятся красивыми и такими знаете состоявшимися что ли вот и вот они зашли не помню там из-за чего вчера мы поговорили и я могу сказать что конечно от опыта от разных дел но люди которые знают и делают то что делают сейчас эти ребята эти люди там постольнику легко получают тысяч в год не знаю что с ними будет конкретно у них нет много опыта поэтому вряд ли они так сходу вылетят но рынок просто взорвался вот этим restful api и я как бы за них рад очень потому что интерншип там всего несколько месяцев и надо будет уже работу искать но они попали в очень интересную струю это то что происходит с людьми которые берут на себя пройти его тоже называется экстра майл да то есть лишнюю милю готов пробежать в данном случае вот паренек он лишнюю милю пробежал там java изучал и его за это дело отломился вообще как как легко все как просто в смысле вот тут пробежал тут тебе сразу и отломилась не надо было ждать 10 лет не надо было там нарабатывать какого-то я не знаю знания годами университеты заканчивать вот чуть-чуть вот сколько он там той java и тут же бах ему и отломилась такое время интересное мы живем вроде немножко так вот поработал и те сразу целую миску дают о времена вот так вот и живем что еще у нас интересного я смотрю наталья квик начала делать такие опенхаузы показывать собственно я ее давно подпихивал к этому делу но как-то так она не обращала внимание а тут вот пошла и они свиньи сделали 6 домов посетили надо сказать что я посмотрел все 6 и больше всего мне понравилось как винни комментирует вот у них у них там в баре наташа винни винни выполняет роль на май моей светланы то есть он так подмечает как бы была молодцом то есть он такие комментарии шикарные он не многословен но очень точен вот и так интересно вообще смотреть на эти дворцы за три копейки которые по нашим как бы ценам хотя наталья показывала в дорогом месте то есть такие же дворцы там если в сторону отойти может быть там и вдвое и втрое дешевле то есть я думаю что мы еще посмотрим на недвижимость там за 200 250 тысяч там может быть и дешевле я думаю что будет будет очень интересно в случае я жду потому что мне самому очень интересно даже мы со светлой обсуждаем сидим смотрим и обсуждаем там лучше хуже там по деньгам там и так далее пока что вот я честно говоря не понял за что там так дорого то есть мне казалось это должно дешевле стоить во флориде но я я понимаю что место дорогое я просто не знаю этого места я не знаю почему оно такое дорогое но во всяком случае понятно что это не низ не сама постройка там скорее всего земля на которой она стоит это это чувствуется что у нас еще из новостей стройка наша потихонечку подходит концу мы раньше показывали каждый день там что происходит но просто потому что каждый день что-то происходило а сейчас там выстроилась некоторая последовательность действий и когда один человек там не может свою часть сделать там остальные не могут подключиться и делать свою то есть вот сейчас такая такая фаза в частности вчера наконец-то человек который красил двери их покрасил и двери для шкафчиков вот значит он их наконец покрасил теперь их можно установить и там кое-что электрик должен доделать кое-что там с пламбингом но в общем то можно сказать что практически все готово значит сауна уже подключены и работает то есть можно в принципе там даже попариться если хочется сауна работает электричество работает там свет горит можно вечером снимать там когда угодно вот надо прибраться но в общем и в целом там внутри все абсолютно все готово вот и все все что там происходит сейчас это координация вот этих вот субподрядчик маленьких до электрик пламмер покрасчик там и так далее чтобы их выстроить в такую цепочку но вот поскольку это маленькие такие подрядчики и они обычно не ходят на два часа они приходят на целый день и им оплачивают целый день поэтому нужно так выстроить чтобы человеку был фронт работ на целый день пока нет фронта работа на целый день то в общем то его скорее всего никто не пришлет на работу поэтому такие маленькие тонкости в принципе все готово уже там по мелочи ну совсем по мелочи то есть там еще снаружи надо будет немножко значит стенки поправить они там не были ровно сделаны значит их там заново по штукатурят вот ну и там лэндскейпинг но это более долгая история привести в порядок а так сам сам по себе домик считайте что готов там может быть еще несколько дней и все будет готова когда все будет готова я тогда может быть отдельно уже сниму потому что сейчас просто нечего снимать вот наверное наверное все наши новости у светланы вчера был день рождения и вот нам наталья подарила такой плед под гобелен гобелен под плед не знаю как правильно с фотографиями тогда прислала к свете на день рождения 26 мая у нее был день рождения вчера и единственно что мы так не в состоянии были ничего вместе сделать поскольку у меня вечером был класс вот ну ничего страшного мы мы до этого три дня были на даче хорошо провели время вот собственно и все наши новости так что но последнее наш эзотерика григорий несколько недель там был отпуске и наконец вернулся и вот сегодня я после двух пропущенных занятий снова окажусь группе которой мы занимаемся я уже соскучился потому что мне это тоже нужно для релаксации для снятия стресса как бы моя такая энергетическая баня вот там где не тело отмывают а душу так что сегодня у меня будет баня душевая вечерком я пойду вот теперь уже все новости счастливы ребят а вопрос вот 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 вот